Витаю, дорогие друзья! Сегодня поделюсь с вами рецептом медовые коврышки. Готовится вонад уже швидко, из наипростейших продуктов, які у вас завжди є під рукою. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Мёд можете взять любой, но лучше подойдёт тёмный, он более ароматный. А вот растительное масло, наоборот, берите без запаха. Вода должна быть тёплая, чтобы быстрее растворило мёд и сахар. По вкусовым добавкам у меня грецкие орехи. Видно, что они уже подсушенные, и я их порубила ножом до средней крошки. Изюм лучше возьмите мелкий. Хорошо его помойте и просушите бумажным полотенцем. Также понадобится какао-порошок и специи. Здесь у меня корица, мускатный орех и кардамон. Сода. Вот так вот, чайные ложки. Полная, с небольшой горкой. Это 6 грамм. И если в рецепте есть мёд, то берите только соду, не заменяйте её разрыхлителем. Тесто готовится очень быстро, поэтому сразу приготовьте форму. У меня квадратная, можете взять круглую. Размеры своей формы я укажу под видео в описании. В миску для замеса высыпаю весь сахар по рецепту. Добавляю мёд. Мёда здесь 100 грамм. Это 2 столовые ложки с небольшой горкой. Но лучше, конечно, взвесить, потому что набрать можно по-разному. И всё это заливаю водой. Тёплой или слегка горячей. Хорошо всё перемешиваем. И надо дождаться полного растворения мёда и сахара. Пока это отставляю в сторону. Приготовлю сухие продукты. Но время от времени буду его перемешивать. Мука у меня уже просеянная. Добавляю сюда соль. Здесь 2 щепотки. Немного перемешиваю. И обязательно просеиваю какао и соду. Соду гасить в это тесто не надо. Так как здесь есть мёд. Она обязательно погасится. И вы не почувствуете ни запаха, ни вкуса. Сюда же букет специй. Всё это аккуратно перемешиваю. И не забываю за мёд и сахар. Высыпаю сюда орехи. Изюм. И снова перемешиваю. Сироп уже прозрачный. Сахар на дно не оседает. Мёд тоже хорошо растворился. И в это время я уже включила духовку на разогрев. Температура 190 градусов. Выливаю сюда растительное масло. Всё по рецепту. И можно замешивать тесто. Высыпаю сразу большую часть сухой смеси. Перемешиваю. И добавляю всё остальное. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана. Так что если вам этой муки окажется мало, можете добавить. Но добавляйте понемногу. Собираю всё по стенкам. Проверяйте донышко. Чтобы там не осела мука. Вот такое должно получиться тесто. Смотрите. Спадает. Рисунок на поверхности некоторое время сохраняется. И только потом растекается. Сильно густым его делать не надо. Иначе ковришка получится плотная. Ну и смотрите, чтобы не оставалось жидким. У всех разная мука. Поэтому обращайте внимание не на её количество в рецепте. А на плотность теста. Месить его долго не надо. Вот только добились однородности и достаточно. Форму я покрыла силиконизированным пергаментом. А стенки, где выше бумаги, смазала размягченным сливочным маслом. Выливаю всё это тесто. Растягиваю от середины к уголочкам. И выравниваю. Выпекать можно её и в таком виде. Но по рецепту она засыпается ореховой крошкой. Так как получается очень мягкая. И покрыть сахарной глазурью, как обычные пряники, не получится. Но так как орешки у меня уже были подсушены. А во время выпечки они ещё больше поджарятся. А возможно и подгорят. Поэтому засыпаю миндальными хлопьями. Всё. Духовка к этому времени нагрелась. Отправляю выпекать. Ковришка готова. Выпекалась она 40 минут. При температуре 190 градусов. Средний уровень духовки. Подогрев вверх-вниз без конвекции. И на готовность проверяла деревянной шпажкой. Прокалывала в самой середине. Шпажка на выходе сухая. Значит тесто пропеклось. Дам ему минут 5 постоять в форме. Пока она остынет. И достану на решётку. Переворачиваю ковришку на руку. Она уже чуть-чуть остыла. Аккуратно снимаю бумагу. Посмотрите какое красивое донышко. Как хорошо пропеклось. Мелкопористое. И вот в таком вот виде оставляю до полного остывания. Но лучше ей дать не остыть, а выстоять. Оставляется хотя бы 3-4 часа. Нарезайте на порции и подавайте к чаю. Но ещё вкуснее с молоком. Вот такая она внутри. Очень мягкая, нежная на разломе. Много изюма, орехов. И уменьшать их количество не советую. Ковришка получается вкусная, ароматная. И очень долго не черствеет. Несмотря на то, что приготовлено из самых простых продуктов. Готовьте с удовольствием. И приятного вам аппетита. Ну а якщо вам подобаются мои рецепты, делитесь с ними с друзьями. Подписывайтесь на канал. Залишайте комментарии. Дякую за вподобайки. И бажаю вам всего наикращего.